Я когда вышла оттуда, эта женщина, которая меня сопровождала, она меня там ждала. Эта женщина была, оказывается, Святая Матроны Московской, а я же не знаю, откуда знала. Это она мне потом все объяснила и сказала. Я когда ей сказала, я говорю, ой, меня, я говорю, обратно на землю отправляют. Она говорит, а я все знаю, я же не знала, что они все знают. Они, оказывается, все знают, все видят, все слышат, а мы ничего не знаем. Вот она мне и сказала, теперь, когда ты все знаешь, где ты находишься, я тебе покажу этот мир. И она мне начала показывать там, где я была. Это был рай. Ну, рай почти что я уже видела, она же меня сначала по раю водила, она меня к Господу привела. Она мне еще просто показала, где райский вот этот сад, где Господь Иисус Христос сидел со своими апостолами. И там такая красота, ну, это просто словами не передать. Какая там красота. Деревья необыкновенной красоты, трава необыкновенной красоты, зеленая все вот. В общем, по сравнению с райом, земля наша, на которой мы живем, это как постиранный, когда вот халат сильно постираешь, долго уже, и полиняют цвета, вот такое вот сравнение. Она мне повела, мне показывает, показывает мне рай, и мы по раю, когда шли, она мне вот как раз уже все объясняла. Господь Иисус Христос притчами говорит, и мне все это было непонятно, потому что я церковных книг же не читала и не знала, о чем он говорит, как он говорит. Но мне потом, эта спутница моя, все объяснила, о чем он мне говорил и как он мне говорил, все она мне объяснила. Я все с ней разговариваю, вопросы задавал, и она мне отвечала на мои вопросы. Я поняла, что у нас очень много грехов. У нас очень великий грех – это гордость, зависть. Ну, все грехи плохие, от гордости вот все зло. Она мне сказала, у вас нет терпения, у вас нет смирения. И вот если смирения нету и терпения нету у человека, то оттуда вот эти все грехи. Надо прощать друг другу, надо друг другу уступать, надо друг друга любить. И тогда у вас меньше будет грехов. Тогда у вас Господь будет прощать за ваши грехи. Будете каяться, Он вас будет прощать. Он же милостливый Господь. Но вот у нас гордость. У нас вот, она мне сказала, вот ваш народ очень гордый народ. И от гордости вот у вас много-много грехов. Она мне объяснила, что ваши предки, вообще у всех предки раньше сильно молящие были. Конечно, они молились намного лучше, чем мы, современный народ. А особенно за наш народ она сказала, что меня же больше всего волновал наш народ, откуда я родом. И она мне сказала, что у вас, ваш народ, ваши предки сильно так молились, они так были близко к Богу, что напрямую с Богом разговаривали. И Господь их слышал. Он говорит, благодарность покровителей вам дал Георгий Победоносец. И вот она мне показывает, посмотри, говорит, наверх, я слышал, как там ангели пели. И я когда глянула, я смотрю, я же их не знала, она мне объясняет. Он, смотри, говорит, это один святой архангел Гаврил, другой святой архангел Михаил. А в середине Георгий Победоносец на своем лошади. Георгий Победоносец молодой, он не старый. Они все молодые вообще. И говорит, смотри, говорит, сейчас народ такой стал, что не стали молиться Господу. И Георгий Победоносец с вами уже не справляется. Мне было очень обидно. И я ей говорю, я говорю, ну как же, мы очень сильно молимся, я говорю, у нас сильно молятся. У нас, я говорю, вот на Кавказе, вот откуда я, у нас все время, каждое воскресенье, я говорю, круги делают. Она говорит, деточка, мы отсюда все видим, как вы молитесь. Я же, вы, говорит, молитесь, стали накрывайте, а крепкие напитки наливают в бокалах, и за Господа бокал поднимаете. Нельзя этого делать. Я ей спрашиваю, я говорю, ну почему нельзя, я просто, мне непонятно. Она говорит, ну вот этот крепкий напиток, враг же придумал, чтобы людей с пути сбивать. А я говорю, а кто такой враг? А это, говорит, дьявол. И тогда мне все стало понятно. Дьявол придумал этот напиток, чтобы людей с пути сбивать, чтобы они напивались пьяные и не знали, что они делали. Все, что и происходит у нас на земле. Напиваются и забываются, кого они ловятся. Она же ей сказала, так, говорит, напиваются, что они даже не помнят, где они сидят, на пухлом или на свадьбе, или на каком мероприятии. А так нельзя. Это крепко. За то, что так пьют народ, не только у нас, но везде, весь народ. За это ожидаются великие трагедии. Одно дело не молятся, другое дело вот это вот пьют. А потом еще и у нас сколько грехов. Пианство, курья, курят, пьют, блудом занимаются, сребролюбие. В общем, это много грехов здесь. Очень много грехов. Все грех в общем. Если человек по заповедям не живет, то вот это все и в грехе находится. Поэтому не зря Господь сказал, на земле народ глухой, слепой и немой. Они ничего уже не понимают. Им только, говорят, те, какие богатства нужны. А за все, что они творят, будут отвечать. И это правда. Каждая душа отвечает перед Богом за все, что мы безумно делаем. И она, когда мне вот такое вот говорит, что мукавый вот дьявол. И я тогда говорю, Боже милостивый, а у нас все ему молятся. У нас же бывает тот день, когда у нас ему три пирога делают и черную курицу режут. А она заулывалась и мне говорит, вот видишь, говорит, а ты говоришь, какие у нас грехи. Это грех номер один. Разве можно, говорит, молиться врагу, дьяволу? И тут же еще и Господу. Вас Господь создал, и вы должны молиться Господу. И все, больше никому. Господь вас призывает, чтобы вы молились и каялись за свои грехи, и спасали души. А дьявол вас не пускает, он вас назад тянет. Раньше, говорит, этот дьявол был в глухом лесу, в болотах. А сейчас, говорит, пришло время, когда он пришел уже и вселился в каждом человеке. У вас, говорит, дьявол сидит на левом плече, на правом плече, ангел охранитель, над головой Господь. И он так и смотрит, и следит, он работает, он не дремит. И как только вы грешите, он сразу, он радуется. Если мы грешим, то значит уже это мы радуем дьяволу. И он, мы его, в его сетях. И я к такому выводу прихожу, что нам здесь на земле сейчас руководить дьявол. Оказывается, идем в ад, в ад. Я когда вот это все увидела, я уже не хотела же на землю идти. Думаю, возвращаться опять в эту суету. И тем более, какой грех здесь, как мы грешим, я уже не хочу. Я говорю, она мне говорит, надо идти, потому что тебе задание дано, и ты должна это выполнять. Там невольно показывают, вот, все, что там происходит. Вот мальчик туда-сюда ходит, вот, в райме это, да, и с него течет вода. И я ее спрашиваю, я говорю, а что с этим мальчиком, вот почему с него вода течет? Она мне говорит, а ты этого мальчика, говорит, не знаешь, это же с вашего места вот, откуда вот ты. Это, говорит, мальчик попал в аварию, и его родители так сильно оплакивали, что он постоянно оплакивает. Так, говорит, он в раю находится, да, но так сильно страдали и плакали, что вот от этих слез вот он весь мокрый. И говорит, скажешь там, будешь говорить, что когда человек умирает, он умирает для вас, для земли. А душа там умирает, он просто с этой жизни приходит в следующую жизнь. И не надо так его оплакивать, а надо молиться за него. А мы, как бы, что делаем, плачем, рыдаем, и от этого ему делаем только вредим. Ну, в общем, она мне объяснила, что вот когда душа уходит в другой мир, когда этого мальчика увидела, то его так не надо оплакивать, потому что душа же не умирает, не умирает. Умирает тело, тело из земли вышло, и когда умирает, землю уходит. А душа уходит на небо, к Господу, потому что Господь ему дал. Конечно, человек своего близкого теряет, и это трагедия, плачут. Но не так, чтобы вот всю жизнь оплакивать потом уже этого человека. Нельзя этого делать, потому что мы должны за эту душу молиться, чтобы Господь простигил за грехи, и у него устроил определенную туда, куда, чтобы не погиб, сделала. А мы вот только плакать начинаем, ждать, и все. Обращаюсь я к народу вообще, мне такое поручение раз дали, то я должна обратиться вот к людям, и обращаюсь, что на самом деле не надо вот этими крепкими напитками так молиться и так напиваться, что потом не знают, что мы делаем. Сам Господь просил, чтобы я говорила, что не надо этими крепкими напитками ни молиться, ни за упокой, ни за хорошими, ни по хорошему поводу, ни по плохому поводу. Не разрешают они. Он прямо это сказал. Как еще, я не знаю, объясняют. На похорнах нельзя Царство Небесное говорить водкой, оракой, вот как сейчас у нас это делают, и прямо на покойника еще и наливают его. Потом идем к дьяволу за это. Потом же этого покойника к дьяволу отправляется, и там дьявол в весе его мучает. Это же потом, вот мы когда показали, я же это все увидела. Я просто еще хочу сказать, что еще я видела вот женщину, которой она имела в руках лук, горкий лук вот этот, штучку лук. И она вот с этим луком ходила туда-сюда, и она мне вот за это тоже объяснила. Вот эта женщина, когда на земле жила, кроме лука, никогда никому ничего хорошего не сделала, доброго не сделала, никого не угостила, никому не помогла. И вот этот лук и имеет. И она мне объяснила, пока человек живет на земле, вот почему надо добрые дела делать и любить друг друга, помогать немощному, больному, нуждающему. И эти вот дела называются добрыми. И за эти дела Господь вот и потом нас, когда вот душа приходит к Господу, вот по этим добрым делам и судит душу. И когда вот эти добрые дела человек делает на земле, они ему вот эти и помогают там на суде. А если добрых дел нету, то он идет куда? В ад, конечно, отправляется в ад. Он в этой книге, вот на столе которой была книга жизни, с левой стороны пишет наши злые дела, плохие дела, а с правой наши добрые дела. И когда душа приходит, он открыл, посмотрел, которые перевесивают, и туда и отправляют. Когда она мне показывала, в утро, там была и лестница золотая. И по этой лестнице, говорит, поднимается только Господь и Матерь Божия. Я ее спрашиваю, а где Матерь Божия? А Матерь Божия, говорит, здесь нету, она все время на землю идет. Она невидима идет к человеку и помогает ей. Мы же грешим и все время болеем, все время нам плохо. И призываем Матерь Божию, и она идет и помогает нам невидимо. Мы даже этого не видим. И она, говорит, так страдает за вас, за ваши грехи, что все слезы выплакала. Но она нам помогает всем, конечно, как может. А сейчас, вот на самом деле, народ из ума вышли. Он же сказал, что народ на земле из ума вышли. И не ведают, что делают. И вот таких больных и немощных, и нуждающих, отфутболиваем, и до них нам дела нет. А мы потом перед Господом за это же отвечаем. Так что надо делать добрые дела здесь, на земле. Если вот кусок хлеба заработал, и без Божьей помощи надо делиться с куском хлеба. Если рядом есть болеющий человек, и неждающий, который не может убить, вы должны делиться с ними. И вот эти называются добрые дела. Не так, как вот делаем. Накрыли столы богатые, и потом их выбрасывают. Поели, не поели, и потом выбрасывают в мусор. Это великий грех. Придет время такое, что не будет этого ничего, и тогда будут вспоминать люди. А чтобы вот этого не случилось, надо нам делать добрые дела. Тогда Господь не попустит, чтобы мы нуждались в чем-то. А вот если мы будем вот так решить, то плохо нам может быть когда-нибудь. Вот она мне вот это все, когда объяснила, показала мне, и мы тогда отправились в другое место.